Приветствую! Приветствую вас, драгоценные мои, мир вам и благодать да умножится. Я люблю вас и благословляю. Доброе утро! Доброе утро! Вернее, добрый вечер у вас. Добрый вечер всем святым. У кого вечер, у кого день, добрый день. Если вы на Дальнем Востоке, добрый ночер, вечер, кому как угодно. Итак, я приветствую вас, любовью Господа. Так хорошо сегодня быть с вами вместе. Это прямой эфир. Те, кто меня смотрит со спутником, вы меня видите со спутником. И я радуюсь у нас новое оборудование, которое подключает сигнал к нашему спутнику. Я специально работал над этим оборудованием, сделал специальный ящик такой классный. И вот сейчас уже у нас качество вещания на спутник поднялось, увеличилось, стало очень-очень эффективным. Также у нас есть вещание через интернет на Дом Веры. Поэтому я хочу поприветствовать особенным образом всех друзей из Дома Веры. Если вы еще не смотрите, я рекомендую вам присоединиться к нашему, к нашей интернет-общению Дом Веры. Каждый день, вот в это время, сейчас на часы посмотрите, вот сейчас, в это время мы начинаем наши эфиры. Каждый день в это время. Вот здесь у нас сейчас 8 утра, в Лос-Анджелесе 8 утра. Теперь время в, я даже не знаю, сколько у вас в Москве, в Амстердаме, в Европе время сейчас 5 часов, в Нью-Йорке 11 часов, в Лондоне 4 часа, в Киеве, в Москве, в Истамбуле, в Иерусалиме сейчас, по-моему, 6 вечера, в Екатеринбурге 8, а в Новосибирске и в Алма-Ате уже 9 вечера. Поэтому, вот те, кто смотрит, запомните, мы всегда в это время выходим при... каждый день, каждый день выходим в прямой эфир, кроме субботы и понедельника. В субботу шаббат, в понедельник выходной, пасторский выходной. Поэтому, дорогие мои, я приглашаю вас принимать активное участие в нашей интернет-общении. Пусть Бог благословит вас обильно. Я очень-очень рад. Для тех, кто только что присоединился к нам, это... это Максим Максимов, кстати. Может быть, кто еще не знает. Это Максим Максимов. Приветствую вас. Дорогие мои, я благословляю вас любовью Господа Иисуса Христа. Я верю, что сегодняшняя тема будет очень важна для каждого из вас. И для меня в том числе. Важная тема. И я хочу, чтобы вы получили много откровений, много благословений, много мудрости, много познания. Мы с вами движемся по... это уже, по-моему, 14-й урок по теме эффективная, успешная жизнь христианина. Как быть успешным, как быть эффективным, как быть человеком, который достигает успеха в Боге, во Христе. Эта тема важная. Но перед тем, как мы переключимся к ней, дорогие, я хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в приобретении камеры. Как вы знаете, мы объявили марафон сбор на камеру. И сейчас на экран, наверное, вам выведут, если получится. Вот вы видите, 2262 доллара. Благодарю Бога за каждого из вас, кто принимает активное участие. Пройдите на этот сайт gofundme.com от 3.org gofundme.com от 3.org Мы хотим приобрести новую центральную камеру. И мы уже собрали 2200 долларов. И плюс еще нам перечислили отдельно от этого. Другими словами, нам еще долларов 500, наверное, осталось. Поэтому давайте сделаем последний рывок, последний бой. Он самый трудный. И мы сможем приобрести хорошую камеру, центральную хорошую камеру. Тогда у меня будет легко делать интервью с людьми. Потому что раньше это доставляло некоторые. Так, возьмем кружечку кофе. Вы готовы? Благодарю Бога за каждого из вас, кто принимает активное участие. Пусть Бог благословит вас. Аллилуйя. Слава Господу. Помолимся и благословим его имя, имя Господа. И Господь, мы превозносим тебя, поклоняемся тебе, величаем тебя. Славим тебя, Иисус. Ты достоин хвалы, ты достоин благодарения, ты достоин поклонения. Аллилуйя. Слава. Слава тебе, Господь. Мы превозносим тебя. Мы поклоняемся тебе, мы величаем тебя, мы хвалим тебя. Господь, благодарим тебя за то, что ты с нами. Благодарим тебя за то, что ты, Господь, ведешь нас, вразумляешь нас, благословляешь нас, участвуешь в нашей жизни, поддерживаешь нас, распространяешь свою волю над нами. Благодарю и благословляю твое святое имя. Хвала тебе, Царь наш, Бог наш, сила наша, упование наше, крепость наша. Господь победитель. Аллилуйя. Я прошу, Боже, благослови каждого человека. Благослови каждого человека, кто сейчас смотрит меня, слышит меня. Я говорю, благословенен вами во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь. И сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим. И помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя. И даст тебе мир. И все скажем Аминь. Итак, я Максим Махтмаксим. Приветствую всех в Доме Веры. Кто смотрит нас, кто участвует. Я вижу, сейчас подключились люди из разных-разных стран. Лариса из Бершевы, из Израиля. Андрей из Австралии. Приветствую вас. Приветствую Георгия из Нальчика. Приветствую вас, Георгий. Татьяна из Риги. Приветствую Яну с Москвы. Приветствую с Украины. Приветствую вас, дорогие мои. Григорьевск. Татьяна, приветствую вас. Приветствую Анатолия Салмааты. Андрея из Австрии. Австралии так уже называл, по-моему. Приветствую Антона и Роза из Германии. Сейчас прочитываю перед моими глазами. Здесь пролетает просто. Приветствую всех. Геннадий Чевардин из Германии. Гена, мир тебе, драгоценный мой брат. Веронике, привет. Из вашего многочисленного потомства. Пусть Бог благословит. Наталья из Кировограда. Приветствую вас. Приветствую Александра Суська-Миногорска. Всех приветствую. Если кого не назвал, уж простите меня. Но всех приветствую любовью к Господу. И говорю вам, мир и благодать доумножатся. Аминь. Всем привет. Если вы хотите писать ко мне, то подключайтесь к домоверы.ру. Итак, сегодняшняя наша тема. Продолжение предыдущих тем, которые у меня были. Мы говорим о вере. О вере в Бога. Что значит верить? Как верить в Бога? Как эффективно верить в Бога? Как верить правильно? Как быть эффективным христианином? Как быть эффективным человеком? Как быть эффективным проповедником? Как быть эффективным служителем? Как быть эффективным? Вот есть эффективные, есть неэффективные люди. Есть люди, которые делают все эффективно. У них, знаешь, немного усилий прилагают. Помните, в начале этих семинаров я показал вам две лампочки? Лампочка, которая потребляет 40 ватт, и лампочка, которая потребляет 3 ватта. Это называется эффективная лампочка и неэффективная лампочка. Эффективная лампочка, она берет мало энергии и дает много света. Неэффективная лампочка берет много энергии и дает много света. Я хочу быть эффективным в Царстве Божьем, хочу быть эффективным в Боге. И мы с вами говорили шаги, что есть успех в Боге. Конечно же, вначале любить Господа, любить ближнего, быть милосердным, быть жертвенным, делать добрые дела. И мы дошли с вами до постановки целей. Вчера мы говорили, важно ставить цели. Мы говорили о добре, мы говорили с вами о многих вещах. И вот сегодня я дошел до шага, что нам необходимо для нашей успешной жизни верить. Кто-то скажет, ну я верю, я верю. Вы верите, что есть Австралия или не верите? Вы верите? Там кто меня в интернете смотрит, напишите мне, вы верите, что есть Австралия или вы не верите? Я сейчас прочитаю, что вы не пишут. Ага, верите. Ну замечательно. Вообще-то вы не верите, вы знаете, что есть Австралия. А вера, это когда ты полагаешься. Когда мы говорим о вере в Бога, одно дело, я знаю, что есть Бог. Другое, я верю, что Бог действует. Вера, это степень доверия. Это не традиция, это не то, как ты молишься. Ты как молишься, вот так, или вот так, или вот так, или вот так. Это не форма, не упаковка, как ты молишься. Верить в Бога. Это значит доверять Богу. Значит доверять Богу всей своей жизнью, всем своим естеством, существом. Доверять Богу. Верить, это значит доверять. Что значит доверять Богу? Это значит доверять Ему себя, доверять Ему всю свою жизнь, доверять Ему свои мысли, доверять Богу в решениях, в планах, в выборах. Доверять Богу в молитве, доверять Богу свою жизнь, доверять Богу свое будущее. Воля твоя в законе Господа. Моя способность принимать решения находится в Слове Божьем. Так написано в Псалме 1. Евреям 11 глава. Евреям 11 глава. 6 стих. Сказаны потрясающие слова. Вы хотите угодить Богу? Кто из вас хочет угодить Богу? Наверное, я тоже хочу. Вы хотите угодить Богу? А здесь написано, а без веры угодить Богу не. Не возможно. Ибо надо, чтобы всякий, приходящий к Богу, ты, приходящий к Богу, веровал, что Он есть. И ищущим Его, Он даст воздаяние. О, аллилуйя. А без веры угодить Богу не возможно. Бог ожидает от нас веры. Бог ожидает. Невозможно угодить. А что угождать Богу? Бог угождает вера. Вера в молитве. Ты молишься, да Господи, если ты хочешь сделать что-нибудь, пожалуйста. Где вера? Я знаю, Спаситель мой жив. Я знаю, Бог помогает мне. Я знаю, у меня все получится. Я знаю, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я знаю. Я знаю, Исцелитель мой жив. Я знаю. Я уповаю. Я верю. Я твердо стою. Вот вера, это не просто поиск утешения в твоем отчаянии. Как один человек воскликнул, верую, Господи, помоги моему неверию. Я отвечу такому человеку. Дорогой человек, не нужно помогать неверию. Неверие нужно придушить. Придуши свое неверие. Раскройся вере. Насколько вы верите в Бога? А вы верите в Бога? Или вы знаете, что Бог есть? Вот очень большая разница. Одни люди верят в Бога, а другие знают, что Бог есть. Бесы тоже, кстати, веруют и трепещут. Но когда мы говорим о вере, это значит ежедневно полагаться на Бога. В своих бытовых решениях, в своих духовных решениях, в своих семейных решениях, в своих бизнес-решениях полагаться на Бога. Полагаться на Его Слово, полагаться на Его решения, быть под бодительством Духа Божьего. Что значит верить? Многие живут параллельно жизнью. Вот я верю в Бога, а здесь моя жизнь. Ну я как бы верю, Он есть там все. Что Ему нужно, чтобы Он меня не наказывал? Нет, верить это значит моя воля в законе. Я сопричастлен, я соединен с Ним, я отождествлен с Ним. Я не просто захожанин в церковь. Знаете, есть такие прихожане, есть захожане. Зашел воскресенье, ой да, боженька какой, иконки какие красивые, ой поп какой толстый. Нет, нет, мы не про это говорим. Мы сейчас говорим совершенно о других, о других субстанции. Мы сейчас с вами говорим о вере, как о взаимоотношениях, как о хождении. Бог ожидает от меня веры, доверия. Бог ожидает от меня, что я буду реагировать на Его Слово, буду реагировать на Его волю, буду реагировать на Него. Что я, для меня Бог не мертвый, Он живой. Бог живой, не умер, Он воскрес, Он живой. И Он, воистину, воскрес. Аллилуйя. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Дорогие мои, когда мы говорим об отношениях с Богом, мы говорим о том, что каждый человек, каждый человек, кто претендует на звание быть верующим, у него должна быть вера, не традиция. Многие люди думают, у меня есть старые традиции. Мы не традиционалисты, мы верующие. Верующие, имеющие веру. Быть успешным в Боге, необходимо иметь веру. Веру. А веришь ли ты, что Бог ведет тебя? Разрешаешь ли ты Богу вести тебя? Многие люди говорят, окей, я верю в Бога, воскресенье, верю в Бога, псалмы спою, песню спою, посижу, денежку брошу, все. Нет, 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 сейчас не об этом. А ты веришь, доверяешь Богу всю свою жизнь. Решение, выборы. Или ты знаешь, куда Бог тебя направляет, потому что ты сказал Богу, куда тебя направлять. Многие думают, вера, это когда ты выбираешь то, что тебе надо, и ты кричишь, я утверждаю, что будет так. А может быть нужно спросить его, что он хочет, чтобы я имел, и с чем имел дело, и куда бы шел. Многие говорят, Господь меня направляет сюда и сюда. Точно? Или это ты хочешь туда и туда, а потом ты говоришь Богу, что ты веришь, что Бог тебя туда направил. Многие люди свою волю пытаются убедить Бога в своей воле. Да будет воля моя. Не как я хочу, не как ты хочешь, как я хочу. Вот так, понял? Вот многие для них такое отношение с Богом. Они Богу предлагают свою волю, как Божью волю. Моя воля – глаз Божий. Я помню, как один пастор, я был молодой такой пастор, и встретился с таким великим пастором, и он сказал, Бог мне сказал автобус купить. Я аж трепетать перед этими словами начал. Бог ему сказал автобус купить. Вот это сила. И он ходил там что-то. И через месяц я его спрашиваю, ну как автобус взял? А он мне забыл, что он мне говорил по поводу, что Бог ему сказал. И он повернулся и говорит, да, говорит, слушай, мне Бог сказал не покупай автобус. Я напрекся. Я стал думать, как это Бог ему сначала сказал купи автобус, а потом Бог ему сказал не надо покупать автобус. Это был 90-й год, и я был очень в шоке. Как это Бог? Бог, наверное, цену узнал. Сказал, ой, сын мой, сын мой, какие цены на автобусы дорогие сейчас? Давай не будем брать автобус, давай повременим. Вот тот пастор просто забыл, что он мне сказал, что Бог ему сказал купить автобус. Если бы он знал, он бы... Он забыл, он сказал. Бог ему сказал. Я подумал, как Бог быстро поменял решение. Но Бог никогда не меняет решение. Это не была воля Божья, это не было Слово Божьей, это просто была выдумка. Многие из вас любят говорить, мне Бог сказал, мне Бог сказал. Тебе Бог не говорил, это брюхо тебе говорит. Ты говоришь, я хочу так. И говоришь, это Бог хочет. Нет, это брюхо твое хочет, и ты думаешь, что это тебе хочется. Не ему, а тебе хочется. И не нужно приписывать сюда Бога. Бог, Господь сказал. Знаете, как мой сын проснулся, маленький, 3 или 4 годика было. А мы все про Иисуса говорим, Иисус, Иисус. И он там снулся, такой стоит возле своей кроватки. Сыночек, здравствуй. Сыночек, как ты спал? Ты сон видел? Видел. Я говорю, какой сон видел? Он говорит, Иисуса видел. Я наплёкся. Я говорю, ты Иисуса видел? Он говорит, да. Папа, я Иисуса видел. А что Иисус тебе сказал? Он недолго думает, смотрит на меня, знаете, вот таким взглядом, искренним. И говорит, Иисус сказал, кушай конфетки. А у нас вопрос с конфетками очень спорный был. Кушай конфетки. И я понял, что это не Иисус был. Это была манипуляция, что кушай конфетки. Это типа Иисус сказал, кушай конфетки. Хотя Иисус этого не говорил. Он хотел конфеты. И многие из нас хотят конфеты и говорят, Иисус сказал, кушай конфеты. Иисус не говорил тебе кушать конфеты. Иисус не говорил тебе кушать конфеты. О, аллилуйя. Вера. Вера это такая сильная штука. Вера это такая классная штука. А без веры угодить Богу невозможно. Давайте включим веру по полной программе. Когда я начинал телевидение, я включил веру. Знаете, большинство евангелистов, у них никаких даров нет. У них нет даров чудотворения. Все, что у них есть, у них есть способность возбуждать веру. И когда они кричат со сцены, сделай первый шаг. Сделай поверье. Бог тебя исцеляет. И все остальное. Вы знаете, что многие люди исцеляются. Не потому, что у евангелиста дар чудес. У него нет никакого дара чудес. У большинства евангелистов нет никаких даров чудес. Но все, что у них есть, у них есть вот этот послание, месседж о вере. Поверь, Иисус тебе сделает чудо. И вы знаете, многие люди, на моих глазах происходили чудеса. Почему? Потому что кто-то сделал шаг веры. Вера, она может не... Если будешь иметь веру с горчичное зерно... Знаете, у всех мужиков в кармане есть точечки вот такие. Вот там в глубине. Вот я нашел свою точечку. Вот, крошечка. У всех есть вот в кармашке что-то. Вот это горчичное зерно. Вот если такую веру будешь иметь, и скажешь горесей, поднимись! И эта гора... И вернешься в море. И поворачиваешь гору туда. И она улетает туда. Если у тебя хоть чуть-чуть веры... Если у тебя вот столько веры, ты сможешь горы передвигать. Поверьте мне. Многие говорят, как это так? Ты запустил спутниковое телевидение. О, это, наверное, ба-ба-ба-ба. Вы знаете, вот здесь у меня студия в гараже сидит. И как это возможно? А поверьте, все возможно. Все возможно тому, кто верит. Все возможно верующему. Все возможно человеку, стоящему в вере. Я могу, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Верующему все возможно. Ну, знаешь, жизнь такая тяжелая. О, вы верите, что у вас тяжелая жизнь? Поздравляю! Вы выиграли тяжелую жизнь. Во что вы верите? Вы верите, что Бог действует в вашей жизни? Поздравляю! Бог действует в вашей жизни. Во что вы верите? Ну, не такие простые времена. Поздравляю! Вы выиграли непростые времена. Что еще? Ну, знаешь, на работе всегда так трудно. Поздравляю, вы выиграли трудную работу. Что еще? Называйте. Дорогие мои, когда вы что-то делаете, проверьте, во что вы верите. Вы верите в то, что будет хуже? Ну, добро пожаловать, добро пожаловать. Вы становитесь в клубе «Будет всегда хуже». Будет всегда хуже. Я не хочу, чтобы мы оказались с вами в клубе «Будет всегда хуже». Мы в клубе веры, мы веруем, что Господь помогает, Господь поддерживает, Господь преодолевает, Господь укрепляет. Аллилуйя. Ты можешь сделать шаг веры, ты можешь сделать прорыв, стоять в вере. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Его силу, я верю в победу, я верю, что Бог творит чудеса. А без веры Богу годить невозможно. Надобно, чтобы всякий приходящий к Богу веровал, что Он есть. Итак, вера состоит из трех ингредиентов. Запомните, три составные элемента. Три составные элемента. Сейчас меня здесь пришли друзья мои, слушают здесь в студии, у меня гости есть. Три составные элемента. Первое. Вера слышит. Вера от слышания. Если ты слушаешь Божье Слово, читаешь Писание, слушаешь проповеди, наполняешься верой от слышания. Есть многие проповедники неверия. Они проповедуют такие вещи. Ну, знаешь, не все так просто, и вот все в Боге сложно. Это проповедники неверия. Это проповедники неверия. Я проповедник веры. Все возможно. Вера от слышания. Если ты слушаешь, зачем мы каждый день, вот здесь в это время собираемся, и каждый день в эфире я проповедую, чтобы возбудить вашу веру. Чтобы ваша вера росла. Чтобы вам укрепляться в вере. Чтобы вам возрастать в вере. Чтобы вы утверждались в вере. Чтобы вы росли в вере. Чтобы ваша вера росла. Для этой цели. Вера от слышания. Мы слышим, поэтому верим. Если ты слышишь, ты веришь. Если ты слышишь, что все будет хорошо. Если ты слышишь, что Бог любит тебя. Если ты слышишь это в твоих ушах. Тогда ты начинаешь верить. Второе. Второе. Если ты слышишь и говоришь. Очень важно говорить. Что ты говоришь. То, что ты говоришь, это сделает тебя особенным. О, сынок, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я сейчас познакомлю тебя со всеми зрителями. И у меня вот здесь друг мой Приехал в гости из Сиэтла Как зовут тебя? Джеймс Джеймс, дай пять Джеймс будет большим благословенным Благословляйте во имя Иисуса Христа Будь благословен Джеймс только что у меня в гостях был Очень приятно было иметь его здесь И также еще здесь пацаны есть А тебя как зовут? Иди сюда, я с тобой познакомлюсь тоже Я еще с одним мальчиком познакомлюсь, красавчик So what's your name? Тимка, да? Тимофей, дай пять Благословений Все, будь благословен Смотрите, я пацанов познакомил сейчас с вами Итак, дорогие мои Вера, вера, вера слышит Вера говорит И вера видит Вера видит Вера видит невозможное Вера видит того, чего нет Евреям 11 глава Глава веры, первый стих Евреям 11 глава, первый стих Написано так Так, вера же есть осуществление того, чего вы ждете Плюс уверенность в невидимом Два элемента Вера это осуществление ожидаемого Плюс уверенность в невидимом Вера есть осуществление того, чего ты ждешь Во-первых, вера это такая система, когда ты ждешь Чего-то ждешь Ты это получишь Все люди чего-то ждут Все люди чего-то ждут Все люди чего-то ждут Вот то, что ты ждешь, то ты и получаешь Вера есть осуществление ожидаемого И уверенность в невидимом Вера есть осуществление ожидаемого Поменяйте все ваши ожидания, люди дорогие. Измените ваши ожидания. Поменяйте тренд ваших ожиданий. Поменяйте парадигму ваших ожиданий. Поменяйте убеждения ваших ожиданий. Почему-то большинство людей ждут чего-то плохого, чего-то ужасного. Все будет хорошо, Бог с тобою. В конце будет хорошо, тепло и светло. Ты попадешь на небеса. Аллилуйя, Иисус Господь, дорогие мои. Как приятно, как приятно. У нас все будет хорошо, Бог нам поможет. Мы сможем, мы преодолеем, мы победим. Итак, сегодняшняя моя тема. Вера, которая побеждает, вера, которая ожидает большего, вера, которая делает невероятные вещи. Вера, которая угождает Богу. И последнее. Вера верит в невидимое. Наверное, да самое сложное. Бога не видел никто никогда. Но написано, что Иисус... Откройте, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19 стих, по-моему. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19 стих. Иисус Христос говорит, я ничего не могу сделать. Ни на что не способен. Если до тех пор, пока... Вот это очень важное место. Сын ничего не может творить сам от себя до тех пор, пока не увидит Отца Творящего. Пока не увидит Отца Творящего. Сын не может ничего. Сын говорит, я ничего не могу. Истинно, истинно говорю вам. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо есть, что творит Отец, то и Сын творит так же. И следующий стих, откройте, пожалуйста. Ибо Отец любит Сына. И поэтому что делает? Показывает. Вот это важное условие. Отец любит Сына и показывает. Показывает. Подчеркните, показывает. Ты сын Божий или сын дьявольский? Ты. Сын Божий или сын? Ты Божий сын. Отец любит кого? Сына. Тебя. И что делает? Показывает ему все, что творит сам. Отец показывает. Проблема в том, что мы не видим невидимое. Когда мы увидим невидимое, тогда мы начнем ходить в вере. Как приятно. Если вы сможете увидеть невидимое, научитесь видеть невидимое. Евреям 11 глава, мы читали первый стих, «Верой, если что, не ожидаем, мы уверенность невидим». И третий стих, «Верою познаем, что Вселенная устроена Словом Божьим». Так, принцип Вселенной, что там написано «веки», но это слово «вселенная». В оригинале стоит слово «вселенная», у нас «веки», устроены Словом Божьим так. Не крат, вот веки вот эти, это не про эти веки. В оригинале написано «вселенная», это старое русское слово «вселенная» — «веки». Так, что из невидимого произошло видимое. Принцип появления вещей в видимом, в видимом мире, это когда мы утверждаемся на невидимом. Мы видим невидимое, все видимое происходит из невидимого. Видимое, невидимое, все видимое произошло из невидимого. Основание для любой вещи, которая происходит, она должна быть вначале в невидимом. Все видимое, все видимое, все видимое происходит из невидимого. О, какая благодать, о, благодать, о, слава, о, слава, о, слава. Аллилуйя Я Здесь вопрос Когда ты видишь невидимое Побеждай Авраам, помните, не мог получить ребенка Слушайте меня внимательно Авраам не мог получить ребенка Много лет, и тогда Бог сказал Подними глаза твои Что видишь ты ночью Говорит, звезды, Господи Считай Авраам смотрел много Господи, очень много, невозможно сочитать И Бог сказал Смотри Столько у тебя Будет детей Авраам смотрел И в каждой звездочке он увидел Па-па Он смотрел на эти звезды Он чуть ли думал, все, поехала крыша Знаете, что потом происходит? Потом Авраам вышел днем Звезд нет, все нормально Он вышел Потягушечкой Потянулся так хорошо И Бог говорит Авраам Да, Господи Что под ногами Твои Песок Он говорит, считай Господи, очень много И Бог говорит Столько у тебя будет детей Есть каждой песчинки Авраам подумал точно Он смотрел на песок И на звезды Знаете, такая очень важная вещь Если ты не смотришь С тех пор вообще повелось Что влюбленные на звезды смотрят Но если ты не смотришь на звезды То посыпется из тебя песок Сейчас придумал Если ты не смотришь на звезды Из тебя посыпется песок Дорогие мои Когда вы смотрите на звезды Смотрите на плодовитые примеры Смотрите на что-то плодовитое На что-то успешное Это принцип Смотрите на успешное Мы говорили с вами о худых сообществах И о наставлении мудрых Мы говорили о том Что каждому человеку нужен наставник Нам нужно наставление веры Нам нужно утверждаться веры Нам нужно, чтобы нас укрепляли Я получаю благословение От наставления веры Дорогие мои Ценные мои Любимые мои Послушайте меня внимательно Послушайте меня Дети Божьи Нам необходимо с вами Утверждаться вере Нам необходимо стоять вере Нам необходимо возрастать вере Хотите добиться чего-то Посмотрите на что-то плодовитое 2 Коринфянам 4 глава Откройте пожалуйста 2 Коринфянам 4 глава И я буду читать там последние стихи Это очень важное место Про способность видеть или не видеть невидимое 2 Коринфянам 4 глава Страница 221 Посему мы 16 стих Не унываем 2 Коринфянам 4 глава Мы не унываем Не надо унывать Че ноешь Че ноешь Не унываем Не унываем Да Если внешний наш человек Клеит Стареет То внутренний Со дня на день Обновляется Ибо 17 стих Кратковременное Легкое страдание Слушайте внимательно Страдание должно быть Каким? Кратко Временным И каким? Легким Может быть страдание легким? Может быть Это твой выбор У меня страдание легкое и кратковременное Ибо кратковременное легкое страдание наше Производит в безмерном При избытке Вечную славу Наше страдание Переходит в славу Когда? Следующий стих Когда мы Смотрим не на то Что видим На проблемы На трудности Но смотрим на невидимое Ибо видимые Проблемы Трудности Временные А невидимые Вечно Вера Видит Невидимое И все сказали на это Аминь Аминь Господь Благодарю тебя за этот день За этот эфир Я благодарю тебя за каждого человека Я прошу Божий Благослови Благослови каждого Пускай твое благословение будет с каждым Во имя Иисуса Христа Я говорю Благословение Над вами Я благословляю вас Именем Иисуса Христа Да пребудет с тобой Господь Да поддержит тебя Господь Да укрепит тебя Господь Да направит тебя Господь Да явит свою славу И откроет источники жизни на тобой И зальет Реки воды живой из чрева Твоего потекут, и вразумит Тебя, и укрепит, и благословит Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, благословляю вас, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, и все скажем громогласно, аминь, слава Господу, дорогие мои, пусть Бог благословит вас, сейчас посмотрю, кто там что мне пишет, там много чего пишет, Германия пишет, аминь, Лондон пишет, аллилуйя, так, кто еще у меня здесь, Дмитро пишет, аллилуйя, много сообщений, из Украины Дмитро пишет, аминь, пусть Бог Ольга, Евгений, слава, Алина, Ольга, все аминь, слава Господу, дорогие мои, у меня остаются последние две минуты, я хочу сказать вам, какое благословение быть с вами в эфире, общаться вместе с вами, какое благословение быть в деле Божьем, созидать Царство Божие, пусть Бог благословит вас обидно, пусть Бог благословит, если у вас есть желание, вот эта надпись правильно говорит, поддержите, ваши десятильные приношения помогают нам делать дела Божие, чтобы пожертвовать, пройдите вот на этот сайт, cnl.tv, там есть красная кнопка, нажмите, поддержите нас, буду очень благодарен, спасибо вам за поддержку, за участие, за вашу жертву, благословляем вас именем Иисуса Христа. Если вы хотите поддержать нашу камеру, вы можете это сделать, это очень просто, зайдите на наш сайт, и вот этот тот сайт, который у меня на фейсбуке везде опубликован, поддержите нас и сделайте ваше приношение для камеры, буду очень благодарен. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои, пускай Бог направит вас, держит вас, пускай Бог сделает великую работу. Я благодарю всех вас за ваши десятины и приношения, и за ваше постоянство и верность. Я каждый день, каждый день здесь проповедую Евангелие для вас. Почему я это делаю? Потому что, потому что это в моем сердце, потому что это в моем желании, потому что это, это внутри меня. Я хочу поддержать вас, вашу жизнь, и я делаю все, что в моих силах, чтобы Евангелие пришло к вам. Представляете, каждый день. И благословляю вас, дорогие мои, благословляю ваши жизни и благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да укрепит вас и поддержит. Сегодня с вами был Максим Максимов, встретимся завтра. Благословения вам, люблю вас. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok